Доброе утро! Сегодня 10 января. Мы в офисе 1580. Узнаем, что же наделалось в Негопад в городе, справились ли коммунальщики и что вообще произошло за последние сутки. Доброе утро, Сергей! Доброе утро! Вы говорили, что хорошего, что плохого? За прошлые сутки у нас поступила информация от СНС о нахождении неизвестного предмета возле метрополя, это на Гугаве 34. Он оказался рюкзак, выехал, оказался ложный вызов. Ну а по снегу, по снегу коммунальники с пятницы у нас работают очень тяжело, потому что люди уже, скажем так, на грани своих возможностей. У них хоть выходные были какие-то? Ну, конечно, то есть работают посменно, но все равно уже 4 дня подряд, довольно в тяжелом режиме, работаем без отдыха, без, скажем так, без выходных. Ну, в принципе, по моему, думаю, что по объективному мнению мы справляемся. Сейчас уже вышли на наше троллейбусное управление, у нас таких жалоб основных нету, везде весь транспорт у нас по основным артериям города ходит. Сейчас отправляют технику на больницы, тоже скорые подъезжают, потому что по почистей стоянке, в принципе, все такое. Ожидается ли еще салонопад и что-то спокойное? На сегодня стоит у нас окрасник, по погоде днем минус 2, минус 4 градуса. Ну, сегодня обещают небольшое, поэтому будем надеяться, что, возможно, сегодня у наших коммунальщиков будет какая-то маленькая передышка. Все равно будем работать и днем, и ночью, это понятно. Мы уже постараемся, чтобы уже не так интенсивно, потому что вчера большой объем работы уже был выпал, а там уже посмотрим по погоде. Смотрите под ноги, аккуратно ездите, старайтесь на машинах, на автомобилях, на транспорте общественном, не оставляйте свои машины у обочин, не мешайте куночкам убирать снег, и всем хорошей рабочей недели.